добрый день дорогие друзья продолжаем репортаж с нашей кухни о нашей жизни и о том что мы сегодня делаем понедельник но сегодня выходной сегодня американцы празднуют день поминовения так называемые memorial day 2 раза больше вопреки всем видимо рецептом какие там раньше видела яйца из холодильника а все продукты из холодильника ничего нет ника ни в каком виде не попал и дело в двойной дозе значит 400 грамм масла чуть больше 400 грамм масла 2 яйца лимонный сок соль и горчица горчица да и любая горчица какая у вас есть ну я добавляю еще чеснок это вот у меня собственную так сказать желание добавлю и вот видите какой получается густой майонез вы покажи поближе обреки всем правилам все из холодильника единственное что у меня сегодня нет укропчика свежего я делаю двойную дозу самое главное если у кого-то не получается майонез то просто напросто добавьте чуть-чуть побольше масла растительного я все время готовлю вот из такого масла это виноградные косточки виноградный косточек очень хорошее масло без запаха и тут написано что для жарки для парки для всех случаев жизни и очень-очень замечательное масло мне она очень нравится вот а готовлю его сегодня во первых потому что у меня она уже закончилась майонезами а во вторых я сегодня хочу показать как я буду делать красную рыбку со шпинатом вот я буду использовать два кусочка и сюда положу и шпинат шпинат мы написано три раза я им доверяю что он triple wash я его не буду мыть тем более что мне для приготовления красной рыбки надо будет он сухой ни в коем случае не мокрый рецепт такой рыбка красная на дно мы выкладываем шпинат секундочку можно вопрос задать во первых вы очень быстро говорите девушка во вторых какая это рыба это семга красная ясно что не зеленая это все понимают что это семга нас могут слушать китайцы казахи кто угодно это семга атлантическая очень вкусно будет красная рыба семга на случай да значит шпинат и по рецепту там значит написано что надо использовать йогурт йогурт не сладкий обычный йогурт либо сметану либо майонез у меня значит йогурта нет владимир вместо йогурта купил кефир вот так что мы его не используем поэтому я специально сделала майонез тем более что он у меня уже закончился я буду использовать вместо йогурта майонез но по правилам по правилам это красная рыба шпинат и йогурт не сладкий посыпаем сверху сверху чуть-чуть зеленым лучком и в духовку на 20 минут под фольгой и без фольги сейчас я все это буду делать медленно вместе с вами потому что я только что закончила приготовление майонеза понятно сейчас мы будем готовить рыбку вот так хочу вам заметить как мы плавно перешли от дня поминовения к рецепту рыбы но ничего себе она замечательна тем что после того как она остынет она абсолютно вкусная как консерва холодном виде ее можно не разогревать просто кушать как консерву очень хорошая вот такая вот это наша рыба понятно и горчица сейчас я быстренько хочу напомнить вам наташа делала растягаясь семгой ну пирог с рыбой по-простому получилось конечно великолепнейшая штука это есть в одном из наших видео рецепт самый простой самый элементарный я уже повторялся и повторюсь еще раз что все что мы делаем это вот ну нашим так как как так как мы готовим это дома без всяких там особых кулинарных изысков но тем не менее получается очень здоровая пища очень вкусно да это европейский магазин там очень много европейских товаров вот мы в общем промокнул покупаем все там покрою не стараемся теперь мы значит должны чуть-чуть налить маслица под фольгу да это у меня посуда уже помыта я высушила и на стеночки и на стеночке обязательно потому что когда шпинат будет касаться стенок он может просто приклеится ничего страшного а шпинат потом придаст рыбки красный такой кисловатый вкус то есть вместо того чтобы наливать лимончик просто вот шпинат ну плюс шпинат очень много всяческих витаминов микроэлементов это абсолютно здоровая пища много но много его не помещается поэтому мы должны каким-то образом вот его расположить так и принять потому что чем больше тем лучше шпината много не бывает а подсаливать а подсаливать бушево не зачем уже кисленький совсем солить не будешь всем не буду он кисленький зачем рыбу так я так просто к сведению то есть дополнение что я не буду солить не буду перчить я просто чуть-чуть подсолю под перчу специи никаких вообще не добавляем шпинат это вот просто такая подушка по себе кисленький получается очень вкусный что-то вроде щавина но не совсем сейчас духовочку так 3500 показываю 3500 старт и пока она будет греться мы закончим с рыбкой у нас уже промах промокнулась выкладываем вот таким вот образом два куска они уже порезанного стандартизировано так сказать можно один кусочек по желанию можно больше в зависимости от того какая посуда потому что бы она все не пригорела она потом приказа пригорает чуть-чуть лучше страшного дело то что она потом так все осядет как будто бы и шпината нет и будет находиться в таком соусе кисленьком соусе очень хороший когда это все дополняешь потом майонезом и метанка получается фантастическая мне очень нравится потому что это это соль с чесноком соль с чесноком да мы ее всегда используем того что она менее можно сказать соленая потому что он чесночок так чуть-чуть сольки как же диетическая штука как бы потому что я всегда как когда готовлю красную рыбку владимир время говоришь что недосолено недосолено это хорошо хуже когда пересолено так то те когда как да ты уже так это значит сейчас и сейчас я сверху помажу майонеза но повторяю по рецепту добавлять надо и йогурт или кефир йогурт это дурацкое название опять же придумали какой-то кисленький придете мы все для этой же цели кефир домашний оно все вы всегда должно быть конечно кисленький и йогурт вкус очень оригинально этому йогурт но мы так как любим свой майонез потому что ничего вредного абсолютно нет в домашнем майонезе вот так перчиком аккуратненько присыпали и теперь вот он у меня видите такой густой получился я приготовила двойную порцию но я значит по рецепту по классическому рецепту 2 яйца вернее по классическому рецепту одно яйцо чайная ложка соли столовая ложка лимонного сока я использую вместо уксуса и горчица горчица столовая ложка и чесночок я добавляю но пропорцию я изменила потому что для меня это слишком много поэтому я на 2 на 2 яйца кладу все как бы в одной порции вместо двух столовых ложек я кладу одну вместо 2 столовых ложек я кладу одну мастер дижон и 2 яйца поэтому меня получается пропорция как бы в два раза больше но соли и лимонного сока я кладу как бы на одну порцию потому что для меня нормальная порция она как бы сильно острая и сильно соленая поэтому вы можете менять уже по своему вкусу как вам понравится кому-то нравится больше соли кому-то нет но по правилам одно яйцо 1 чайная ложка соли 1 столовая ложка лимонного сока и 1 столовая ложка теме забываю наташа мы вас поняли резюмируем по вкусу господи можете набухать туда ведро горчицы у меня два раза не получалось а теперь я поняла из-за чего это все из-за того что просто надо было чуть-чуть буквально чуть-чуть добавить больше растительного масла и просто подержать подольше этот самый миксер потому что я смотрел там один раз программу любимому ютюбу и там один значит участник испугался и все это вылил в раковину что у него ничего не получилось из называть имена мы не будем до участники тупой не рекламировать его но дело в том что я потом догадалась что нужно чуть-чуть больше меня также один раз получилось я его тоже вылила как то участник был армии хлопец да конечно меня тебя засудят да это точно засудит но свидетель я имен мы называем хорошо хорошо не очень нравится он такой пастельный я вот настоящий французский и вот этот вот вкус прованса не выдает именно вот этот вот значит рекомендую наташин майонез на сэндвич и на вот все что там никогда не любил никогда в жизни не ел майонез сейчас ем а сейчас есть здоровая пища великолепно с утра сэндвич с хорошим этим как он называется мясо индейки мясо индейки и вот это вот соли чуть меньше потому что вот так по правилам получается слишком остро да нормально ну что раскладываем теперь будем чуть-чуть тоненьким слоем красиво ну что могу сказать ну красиво майонезе к вот мне прямо чуть-чуть как и обещала опять же по желанию майонез скажу честно вам изобретение клятых европейцев вот мы всегда ели сметану в сибири причем бабушкину с деревни когда мне то что ложка стоит там можно в сапогах во флягу заходите не утонешь такая сметана была хорошая я конечно утрирую но на самом деле майонезиком а потом накрою фольгой на 20 минут в духовку при температуре 350 по фаренгейту конечно а у вас видимо сколько там будет 180 ну да надо посчитать разделить что там пополам и отнять размеры 30 по моему да что там а потом через 20 минут мы фольгу снимем и откроем фольгу где-то 160 оставим еще на 20 минут запомнили и посмотрите какая будет вкуснятина можно для гостей можно для себя можно как угодно как консерва когда она остынет все что угодно очень вкусно очень полезно и думаю диетически так и еще сегодня я хочу показать я буду делать поедло из яблок да иди ты скажу честно я сделала его вчера ну ка покажи что сделала вчера домашняя домашняя смотрите какая красота джем такой да густой вот это вот начинка на пироги я правильно понимаю яблочная начинка для пирожков видите какая густая вот по желанию вы можете оставить чуть жиже по желанию можете чуть гуще вы видите какая красивая прямо как как это камень который в прибалтике в прибалтике который янтарь что ли янтарь видите как янтарь в нем комары и мухи живут ну а у нас нет никого но он такой как янтарь особенно сейчас вот не видно вот на солнце шикарно красиво выглядит поэтому я решила сделать еще одну порцию для вас чтобы вам показать но к сожалению я не могла найти у нас в америке гнилые испорченные яблоки придется со свежим с таким бачком но вот такие красивые владимир сегодня купил страдежо просто шикарные шикарные огромные такие плотные плотные и очень сочные потому что я уже из них сделала вот это повидло вот тут у меня уже готово почищено и порезано килограмм яблок килограмм и на него я буду использовать пол килограмма сахара но самое смешное что я хочу сделать попробовать как я попробовала вчера я не тушила сразу все вместе такие вот яблоки а я их перекрутила до мясорубки ага да и получилось так здорово такими меленькими кусочками не надо потом остывать и там вот этой вот штукой мять то есть миксер не рекомендуется берешь обычную мясорубку миксер обычно если ты хочешь сделать пюре яблочное а вот это будет именно кусочками как повидло а это именно как повидло такое вкусное вот поэтому я вот сейчас не буду при вас шуметь я начну видимо при вас шуметь но потом Владимир сходит на сад покажет как у нас растут наши деревья я уже иду фига 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 и что у нас там еще авокадо мы посадили авокадо и фига как они мне кажется они уже поднимают особенно вот тут листочки вот ожил неделю назад я все боялась я все боялась что они не глимутся но я только хочу начать показать какой получается да получается очень много шума да Наташа ни хрена не слышно хорошо я тебя поняла так что уходи потом я тебя позову когда я уже ребята идем на улицу сейчас покажу вам там да розочеки покажи и мы вернемся к Наташе и будем продолжать наши кулинарные эксперименты да потому что мы будем закончить рыбку красную до встречи